салют 2 декабря я я пребываю в каком-то разбитом состоянии слегка слушаю чаще всего песню обломки свою же вот но вместе с этим собираюсь по кусочкам и думаю на тем какие идеи возможны какие идеи актуальны какие идеи хотелось бы осуществить ближайшим обозримом будущем мечты двигают нас если не мечтать это все бессмысленно как хорошо мечталось в детстве сейчас несколько сложнее мечтать мешает какой-то внутренний возникающий скептически гадкий стержень нажитый но внутри есть еще этот бесноватый ребенок и есть некоторое желание идти к мечте и мечтать не вредно о чем бы ни была мечта до тех пор пока эта мечта и я хотел сказать что я на самом деле не мечтаю о чем-то запредельно невозможно да и нет ничего невозможного все все возможно просто нужно время и иногда нужны параллельные миры вот иногда нужен сон просто здоровый сон сегодня на работе в офисе я снова увидел перевернутую елку подвешенную к потолку и первое чем я подумал это насколько насколько это абсурдно насколько это неприятно видеть я не знаю кто запустил эту моду переворачивать елку начал искать это все в гугле и увидел что оказывается на западе это очень популярно очень популярно переворачивать елки праздновать новый год с перевернутой елкой и что-то мне подсказывает что что это было каким-то символом того каким каким я вижу мир сейчас что в мире все перевернута вверх тормашками и это перевернутая елка наряжена в игрушки во все штуки вверх тормашками о чем я мечтаю я приехать в керчь может быть весной или летом когда уже будет тепло и сжечь ящик со своими дневниками потому что сейчас уже совсем не важно то что было десять лет назад и десять лет назад я так переживал за то что было я очень переживал и очень мучился не мог найти себе место за какие-то события которые со мной приключались со мной с людьми вокруг сейчас я понимаю что не то чтобы это было зря нет это было отнюдь не зря сама акция по сжиганию этой кучи дневниковой она очень мощная то есть взять и сжечь свое прошлое избавиться от прошлого организовать это вот параллельно я ищу спокойствие я ищу мне нужно время чтобы залечить раны и я никак не могу и залечить одни события травматично оставляют за собой другие то есть какая-то нескончаемая травма существование экзистенциальная травма это не не то что должно быть это не то что должно быть что еще хотел сказать я параллельно влюблен в вибрато и вибрато с дилеем и с корусом это тот звук с которым я буду работать всю зиму я думаю гитарный звук то есть я никогда раньше точнее в 2010 каким-то образом каким-то кустарным образом у меня там в двух альбомах проглядывает вибрато на гитарах на гитарных партиях вместе с делаем например это не я вот такие песни альбомы ностальгия синастрия но они по-разному назывались как обычно у меня все переименовывалось тысячу раз вот и сейчас я снова вдохновлен возможностями вибрато и дилея и хочется записать много музыки есть какая-то боль за то что нет группы за то что нет возможности полноценно заняться группой и вроде бы и люди есть и все что-то не складывается и все какая то есть какие-то барьеры я наткнулся сегодня на видео группы дом престарелых аутистов на песню забыл как называется песню чё-то типа став разин герф или как-то так какая-то песня такая про то что я пустое место ты пустое место мы пустое место мне понравилась песня и и еще мне нравится последнее время копаться в мрачных готических забытых записях восьмидесятых благо есть один классный паблик и я оставлю ссылку в описании может кому то тоже зайдет этот паблик и будет просто интересно это послушать вот я очень устал я так хочу отдыхать отдохнуть так хочу восстановить восстановиться в плане не восстановите после тяжелой рабочей недели или тяжелого рабочего дня, а просто восстановиться восстановиться просто по жизни уже просто какой-то край, то есть глаз дергается левый уже месяца два-три, надо бы к врачу сходить чем это вызвано? Я уже думал магний и я принимал магний принимал магний и покупал тыквенные семечки покупал авокадо, покупал хурму и все равно он подергивается. Мне кажется, это нервы еще из-за из-за всего вот и хочется просто жить спокойной, творческой жизнью и есть страх того, что будет война а этот страх довольно реален потому что что-то в воздухе есть такое сейчас и я бы не хотел это призывать я лучше буду молиться чтобы этого не было и чтобы мы все могли заниматься обычной жизнью спокойной ночи спокойной ночи спокойной ночи Продолжение следует...